И новый бит агентов, это люди-микрофоны. Они объединяют свои силы с камераменами и создают нового титана под названием Титан Сонар, квартиру скибидистов. На троне сидит туалетный император, к нему с отчетом пришли скибиди-некромант и скибиди-изобретатель. Офигеть! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и сегодня мы поглядим разборчик на Скибиди Варс. Я смотрел уже этот канал. Там, по-моему, 90 серий скибиди-туалет, но это очень качественный фан-мейт. Ну, а мы как бы не будем, наверное, все смотреть. Лучше просто посмотрим разбор от Нэми. Ребят, обязательно подписывайтесь на него, на меня. Также лайкосик, залетайте в Телеграм. Это очень-очень важно, ребят. QR-код даже будет, если что, показано. В общем, берите вкусняшку, погнали смотреть. Да, ребят, давайте сначала. Скибиди-вселенных развелось много. Каждый автор хочет добавить частичку себя в этот туалет и гобелен событий. Создатель анимации под ником Вирленс тому не исключение. Его анимации отличаются на фоне всех подражателей Дефек Бума. Здесь есть свой четкий стиль и выверенная атмосфера, которая взяла лучшие ноги из оригинальных скибиди-туалетов и добавила своего соуса из безумных идей и интересных... Соуса! Не, на самом деле, да, много-много различных трэшовых фан-мейт анимаций, Ну, давай поглядим, что здесь будет. Который воплотил в себе всех троих, и спикер-мена, и камер-мена, и даже тиви-мена. Что этому могут противопоставить скибиди-туалеты? Ох, у них найдется. Давайте пробежимся по всем сериям этого автора и узнаем, что здесь и к чему. Там 90! Там 90 серия! Он реально быстренько пробежится? Ну, давай поглядим. Ну, мне кажется, будет интересно. За основу мы будем брать официальный плейлист автора под названием «Скибиди Варес», отсчет которого начинается с 50-й серии. Поехали! Действия разворачиваются на улицах города, где Титан Тиви-мен выдирает паразиты и помогает спикер-мену подняться на ноги. Ничего пока что нового и необы... Хэткраб, боже мой! Чисто там прикинь хэткраба зафигачив. Окей. Отвал башки. 51 серия. Нам уже начинают показывать новые виды скибиди-туалетов. Здесь есть скибидист, который имеет огромные отверстия в области рта, из которого может вылезать лазерная пушка. Но в этой вселенной Титан Камерамэн также крут, и он с легкостью со всеми расправляется. 52 серия. Нам показывают тест новой пушки для Титана Камерамэна, и, похоже, он доволен, какие все агенты. 53 серия. Уличные баталии. Но все не так просто. На арену сражения выходит некая версия Джимэна, только с огромной пушкой за спиной и неописуемым шлемом. Очень похоже... Что это за дьявол нафиг? Смотри, просто какие рога. ...за спине какой-то инопланетной расы. Он вступает в бой с Титаном Тиви-меном и Камераменом. Но Камерамен бьет своим молотом по голове Джимэна. И это уже классика. Мне кажется, голова Джимэна и молоток Камерамена идеально друг другу подходят. Подходят, да. Но Камерамену в спину. Что-то хотел? Хорош. Это просто гениально. Реально просто он всех взял воедино и слепил. Офигеть, как? Как? Блин, это просто жесть. И вот телевизор. И колоночки. И камеры. ...имеет и телевизор, и колонки, и камеры. Да все на свете. Еще и плюс по его рукам. Можно сделать вывод, что присутствует доля органов... Короче, я могу уже не комментировать. Потому что, что я говорю, то же самое Неми говорит. ...очень страшные звуки. 55-я серия Титана Спикермена валят на землю оглушительным снарядом. Появляется Титан Синемамен и демонстрирует свое красное свечение. Но его протыкает мечом сзади тот самый Скибидист Самурай. Самое время показать три Титана в деле. Он на полной скорости влетает в Скибидиста с мечами и уничтожает его. Затем переключает свое внимание на другого Скибидиста и делает из него... Мммм... Жареного Скибидиста. Как же я это люблю. 56-я серия Мультиверк. Скибиди ученый и Джиммен проводят испытания паразитов на Большом Тивимене. И похоже, оно проходит удачно. Они используют ракеты, в которых сидят паразиты. Довольно интересная идея. 57-я серия. Три Титана снова разносят Скибидистов. Один туалет, увидев Титана, даже отпустил агента и погладил его по ноге в надежде, что тот его оставит в живых, но, увы, нет. По ноге, вроде как, по голове, по камере. Ух. Это крутая тачка. Это из Хайф Лайфа, эпизод 2. Блин. Из второго, второго эпизода, ребят. Все-таки одолевает Джиммена, а уже в начале 60-й серии его берут в плен войска Альянса. Также нам показывают базу Скибидистов. Похоже, агенты штурмуют ее и прямо из пушки. И ученого захреначили? Но в конце нам показывают нового Титана, который на Скибидистов. Я даже не знаю, как его описать. Это какой-то Саурон из Властелин колец, только с телом Трансформера. Также у него светится голова, будто это огромный прожектор. Ай, блин. Это комбайны. Это комбайны. Из Хайф Лайфа. Сити 17. Это жесть. Но его моментально сносит лазерной атакой из глаз Императора. Сам же Император намного больше, чем обычный Титан. Он идет дальше, ломая на своем пути укрепление Альянса. Агент бежит к пульту и запрашивает появление Три Титана, чтобы тот примчал на помощь. Следующая серия нам повествует все о той же базе. Агент садится в вертолет и берет довольно-таки мощную пушку. В придачу ко всему еще и Три Титан прилетел. Начинается невиданных масштабов Махач. Вертолет агентов подбивает летающий скибедист. На этом серия заканчивается. Но в 63 серии продолжается эпичная схватка огромных созданий. Пока они дерутся, нам показывают ТВ Вумен. И много больших... Там капец слушает, там вообще просто их капец как. Агент, а вдруг из-под земли вылезает скибедист на огромном хер пойми чем. Что-то похоже на бурмашину, то ли на механическую... Реально? И зовут этого скибедиста безумный изобретатель. Это типа скибеди ученые, только чуть-чуть поновее. 64 серия. Ну да. Мы оказываемся на прекрасной поляне. Птички поют, милаха ТВ Вумен стоит и улыбается. На фоне видна надпись наподобие Холливуд, только Флотти Вуд. Всюду цветочки, а также стоит база Альянса, укрепленная кучей металла. На нее идут скибедисты. Но посреди базы города стоит некий обелиск, который уничтожает лазерным зарядом не успевших приблизиться скибедистами... Это уже как будто око Саурона из Устелина колец. Просто жесть, Андрей. 65 серия. Безумный изобретатель на своем механическом червяке вступает в схватку с ТВ Вуменом. Похоже, ТВ Вумен проигрывает эту дуэль, получив хорошего леща червяком. Но на помощь прилетает три титана. Червяк обсырается от страха и прячется обратно под землю. Жаль, но нам не показали, что же случилось после схватки с Туалетным Императором. Может, они просто немного поверят. Ну ладно, потом продолжим. 66 серия нас снова переносит на улицы города. Вечером светят фонари. Оператор видит странного скибедиста с ужасным лицом. Будто какое-то привидение. Он идет скибедисту ближе, его что-то отвлекает, затем он поворачивается, а скибедист уже куда-то пропал. Верлэнс решил добавить немного хоррор составляющей в свой сериал. Таких скибеди туалетов я еще точно не видел. Пока оператор ищет скибеди призрака, его товарищ... Но уже дом-студио сделал как бы кошмарного вот этого скримера. Блин, это жесть просто. Этот еще не такой страшный на самом деле. Как зовут этого скибедиста Фантом Туалет? Появляется Тиви Вумен, и они сражаются излучениями. Хочу отметить, что Фантома излучения куда мощнее. Но появляется Титан Тиви Мэн, и они общими силами спасают оператора. 67 серия продолжает конфликт со скибеди Фантомом. Фантом очень быстро летает и наносит удары Титану Тиви Мэну. Большой парень не может попасть по Фантому, и решает заюзать красное свечение. Но Фантом буквально влетает в экран Тиви Мэна, и подчиняет его своей воле. Нифига себе, вот это жестко. Титан Тиви Мэн. 68 серия, и зараженный Фантомом Титан атакует... Блин, вот это, кстати, прикольно! То есть атмосфера вот эта вот зимняя, то что синежок... Но ему дает отпор Спикер Мэн. Зараженный ныряет под землю и снова наносит удары. Перемещается прямо как подземный механический червяк безумного изобретателя. Агент достает свой мотнявый смартфон и запрашивает поддержку Титана Камера Мэна. 69 серия. Спикер Мэн сражается с Фантомом посреди города. Фантом телепортируется к Спикеру вплотную, и очень сильно его повреждает. Но тут, откуда ни возьмись, появляется Титан Камера Мэн. Берет Фантома и стукает его головой об здание. Все это продолжается, пока Фантом не падает на землю. Затем чертовое привидение все же решает... Ну наконец-то! Убегает. Мы дошли уже до 70 серии... Ну вот этот туалет, конечно, жесткий. Красивый ночной город и полет на дроне. Камера летает над домами и показывает весь масштаб баталии между Альянсом и эскибедистами. Бои ведутся то там, то тут. И серия заканчивается, показывая усиленного 3 Титана. 71 серия. Титан Камера Мэн гордо стоит посреди улицы города, до тех пор, пока из здания на него не нападает механический червяк безумного изобретателя. Но длится это недолго, так как 3 Титана уже схватил это создание и добро тот швякнул об землю. Войска с эскибедистов... Слушай, самое интересное, экшен вот тут начинается, ребят, вот это интересно. Но он отправляет своего дрона и тот дает им достойный ответ. Затем 3 Титана расправляет крылья и улетает. Камерамен показывает знак Альянса, мол, классно получается. И тоже улетает, а вот оператору не повезло. 72 серия нам показывает Спикермена, который снова повстречал Туалетного Императора. Но тут уже не все так просто, потому что камера отводится в сторону и мы видим всех Титанов в сборе. Сейчас будет самая эпичная схватка зашивая сериала. Вот это жестко! Туалетный Император атакует Спикермена, но получает по голове молотком от камерамена. Оператору это не особо нравится. Он показывает жест, мол, зря ты это сделал, говнюк, и совершает ревок камерамена, а затем и вовсе сносит его мощным выстрелом со своего ядра. 3 Титан нападает на Туалетного Императора, но Император достает свои клинки и пронизывает ими 3 Титана. Но ответка себя не заставляет долго ждать, и 3 Титана откидывает Туалетного Ублюдка. И тот со своими войками... Ты что, он такой мощный, что ли? Я не понимаю. 74-я серия на показах персонажа это Тиви Мэн Вантус Мэн. Да, здесь есть... Тиви Вантус? 75-я серия, и похоже сражение ведется где-то в гетто. Мы видим новый вид скибидистов. Это скибиди-череп с огромными щупальцами и зеленым свечением. Автор называет его скибиди-некромант. Он может поднимать прямо из земли мертвых маленьких скибидистов-черепов. Ну, кстати, это прикольно. Ведь в конце мы видим большого спикермена, который тоже начал светиться зеленым, и напал на оператора. 76-я серия. Агенты едут в грузовике, и ведут впереди своих, которые стоят к ним спиной. Они останавливают машину, но только агенты, стоящие на дороге, поворачиваются, как мы видим, что это зараженные. Ведь от них тоже исходит зеленое свечение. Они нападают на машину, но на помощь приходит парочка новых агентов. Это суперсолдаты Альянса. Улучшенный Тиви-мен и Тиви-вумен. 77-я серия. Войско скибиди-некроманты продолжает... Тут просто, просто офигеть экшен. Сюжетище. Ну, блин, все так быстро. Ну, он, понятное дело, что... Боже мой, его проткнули сидушкой от унитаза. Боже мой. Самая ужасная смерть. Они буквально повсюду. Боже мой. Не, ну это прикольно. Это прикольно, слушай. Как ему в голову-то это пришло вообще? Затем голова некроманта поднимается в воздух и вселяется в Тиви-мена. Это что-то подобное того, что случилось с Тиви-меном, с головой серии пау. Затем он показывает альянс и новый вид агентов. Это люди-микрофоны. Они объединяют свои силы с камераменами и создают нового Титана под названием Титан Сонар. Не знаю, как вам, а мне это... Блюетти! Офигеть. Это просто о-фи-геть. Это же два микрофона блюетти. Я просто в шоке. Название прям очень понравилось. Слушай, ну это жесть. Это круто. Смотри, как качественно начало делать. Титан Сонар, Скиби-ди-женщина, пытается убежать, но от Сонара... Скиби-ди-женщина?! Он уничтожает ее залпом из ракет. 81-я серия Скиби-ди-некроманта атакует из огромной пушки... Боже, чего тут только нет? Вообще пофиг, и он выпускает мощный залп из своего лица с носящим пушку. Супер-солдат Тиви-вумен атакует некроманта и отсылает сигнал в штаб альянса, где некий камерамен-ученый отправляет три Титана, чтобы тот разобрался с некромантом. 82-я серия. Титан Сонар вступает в схватку со Скиби-ди-некромантом. Но на стороне некроманта летающие Скиби-ди-женщины и Скиби-ди-ст в балаклаве. А вот на сторону Сонару прилетает три Титана. Они быстро разбираются со Скиби-ди-стами, но тут появляется Скиби-ди-ученый, который кидает бомбы с паразитами. Паразиты начинают заработать агент. Что ж такое-то? Скиби-ученый использует силу своего звукового оружия. На него нападает три Титана, ученый закрывается щитами. Скиби-ди-некромант призывает призрачное оружие и наносит удар Три Титану, тем самым его отогнав, после чего Титаны Альянса отступают. 83-я серия. Мы видим три Титана на базе Альянса. Микрофон блюетти, офигеть, это просто... И ждет следующих указаний. Ученый Альянса решает высвободить полный потенциал Титана, после чего с ним происходит трансформация. Он буквально загорается энергией и из его рук вылезают огромные клинки. 84-я серия. Даже небо красного цвета. Титан Сонар уничтожает Скиби-ди-стов разных видов. Прилетает усиленный три Титана и показывает, для чего ему эти огромные мечи. Также Титан теперь стал чертовски быстрым. Он взлетает в воздух и приземляется прямо на Скиби-ди-ста, после чего происходит огромный взрыв. Камерамены довольны результатом. Затем нам показывают штаб-квартиру Скиби-ди-стов. На троне сидит туалетный император. К нему с отчетом пришли Скиби-ди некромант и Скиби-ди изобретатель. Император недоволен тем, что усиленные три Титаны разносят их войска. Он дает указания. Хочет, чтобы Скиби-ди-сты вернули Джимена, который до сих пор где-то спрятан на базе Альянса. Там еще диалоги, прикинь, начались. 85-я серия и мы видим эксперимент над пойманным Скиби-ди-стом. Ему в голову усадили, блин, отвертку. И он резко стал дружелюбным и даже начал улыбаться агентам. Теперь у Альянса есть свой собственный Скиби-ди-ст. Отсылка на Скиби-ди-френд. Но счастье длилось недолго. На базу он нападает. Похоже, именно здесь спрятан Джимен. Улучшенный Тиви-мен вступает в схватку с некромантом. У Тиви-мена есть прикольный щит, которым он может отражать атаки некроманта. Но, конечно же, некромант не дерется честно. И ему помогает призванный скелет. Тиви-мену удается отрезать руку некроманта, но тот лишь смеется в ответ. А тем временем Скиби-ди-сты проникают на базу. И видят Скиби-ди-ста, которого завербовали агенты. Скиби-ди-сты спрашивают, как ты тут оказался? И не знаешь ли ты, где Джимен? Но Скиби-ди-френд обманывает Скиби-ди-стов и закрывает их в комнате. Двери, конечно же, ломают. Скиби-ди-импостер! Боже мой, да сколько тут всего? Затем мы видим корабль Скиби-ди-стов. Это некий летающий флот в туалетной армии. И они действительно хотят получить Джимена. 86-я и 87-я серии нам показывают Джимена. Базу атакуют новые туалетные агенты и забирают его прямо на корабль Скиби-стов. Скиби-стов. Похоже, туалетные получили то, зачем пришли. И они решают улетать отсюда. Но появляется Трититан и уничтожает один из кораблей. Тут очень много всего. Прям много экшенов. Прям офигеть. Трититана не выдерживает прилива такой огромной энергии. И он становится неконтролируемым. 88-я серия. Это пока что финальная серия данного мультиверса. Это сражение Безумного Изобретателя и Трититана. Безумный Изобретатель даже начинает побеждать Трититана. Но тот концентрирует всю свою мощь в ядре. И выпускает эту энергию своего врага. Изобретатель повержен и решает самоуничтожиться. Тем временем Некромант привез Джимена в штаб-квартиру Скиби-стов. И он смотрит на какого-то нового загадочного персонажа. Друзья, это конец. Мы с вами пробежались по всем сериям этого сумасшедшего мультиверса. И я хочу сказать... Реально! Что там, песенка, что ли, будет? Сейчас. Масштабы даже посерьезнее, чем у Дафука. И обилие персонажей достойно уважения. Мне, например, больше всего понравился Скиби-ди Некромант с его зеленым свечением. После просмотра всей серии у меня сложилось впечатление, что всего уж слишком много. Такое чувство, будто автор... Ну да, 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 прям... Как-то это... Каша прям настоящая. Магромный склад идей, которые между собой переплетаются. Да, это прикольно смотрится, но во многих аспектах... Блин, ребят, если сейчас звука не будет, да, вы просто перейдите на канал Нэми и как бы послушайте. Потому что тут, возможно, авторская песня, я не знаю, с копирайтами. Самый анимация до уровня Дафука, конечно, далековато. У Дафука и более плавно, и более реалистично все сделано. Но при этом, как я и сказал в начале видео, анимация Верланса имеет свой стиль, и его фанмейды вы точно не спутаете ни с чьими другими. Поэтому мне действительно было интересно за всем этим наблюдать. И хочется узнать, что же будет дальше. Также прикольно, что его персонажи даже начали разговаривать с субтитрами. Это прям новый уровень. Теперь намного легче будет делать озвучки. А вам, ребятки, спасибо. Не забудьте поставить лайк и оформить подписочку на канал. С вами был Нэми. Увидимся. Ну что же, друзья, вот мы с тобой поглядели. Не, кстати, хорошо, быстренький разборчик такой. Мне очень, если честно, понравилось. Ну да, слишком много, конечно, персонажей. В общем, ребят, обязательно переходите на Нэми. Лайкосик ставьте, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...